здравствуйте на библейский портал экзегет пришел вопрос что делать если теряешь веру в бога для того чтобы укрепиться в вере надо в ней возрастать этот это возрастание очень часто связано с горькими тяжелыми испытаниями в том числе с таким испытанием как богооставленность когда душа совсем не слышит не видит не чует бога и начинает сомневаться начинает сомневаться в вере вот что делать в такой ситуации это испытание может прийти к человеку и после 10 20 и 40 лет его духовной церковной жизни что делать надо усилить молитву потому что господь обязательно рано или поздно на нее ответит молитвенный труд обязательно будет богом услышан бог как сказано в священном писании дающий молитву молящемуся вот какая молитва дается богом молитва как диалог молитва на которой душа начинает чувствовать присутствие божия это первое надо усилить молитву и вспомнить о том что сын божий неся всю полноту последствий всех грехов людей наказание мира нашего на нем ранами его мы исцелились пророчество об этом сая за сотни лет до христово распятие вот наказание мира когда он взял он взял на себя и всю богооставленность и мы слышим и знаем как он кричит на кресте боже боже мой для чего ты меня оставил вот он это понес и мы там если понесем и обратимся к отцу небесному в молитве господь ответит это первое второе надо отогревать сердце делами милосердия потому что потери веры часто бывает еще и от того что человек погружается в свою такую такую дебилость свою плотскость и не может это преодолеть пост молитва и внешние дела милосердия которые отогревают сердце человека как бы заводит его вы знаете есть такой вот образ интересный ну я думаю вы помните многие из вас помнят что еще в советское время те кто водил машину когда двигатель не заводится зимой то начинают ее тянуть на тросе или толкать а потом включаешь передачу коробок автоматических тогда не было только механические и колеса заводят сердце машины мотор так вот иногда когда сердце молчит и не хочет ничего не доброго делать не молиться ей кажется он теряет веру вот эти добрые дела они его отогревают и сердце снова загорается добром а которые делаются через волю от ума ты знаешь как надо поступай как надо и господь своим милосердием тебя милосердного покроет блаженную милость его потому что они помилованы будут третья вот мы можем услышать слова из 10 главы послания кремленам апостолу павла вера от слышания слышание от слова божия читай слово божие больше читай впитывай и сердце твой снова отогреется молитва добрые дела и слышание слова божия через чтение священного писания и вера снова вернется ты снова будешь укреплен внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео и Продолжение следует...